Столичная мода докатилась и до Ульяновска. В этом году появились компании, предоставляющие услугу кикшеринг. Это краткосрочный прокат электросамокатов. Любой человек может с помощью онлайн-приложения оформить поездку и взять самокат с любой стоянки. Людям новое развлечение понравилось. Смотрим, что люди катаются. Нас это тоже вдохновило. А больше всего меня, конечно, вдохновила подруга. Но я учусь, я пока не умею. Про сказания я слышала, во-первых, из Сочи. Многие очень приезжали. Вот в прошлом году и в этом году тоже. И я увидела у нас. Везде-везде валяются. Ну, заинтересовался, естественно. Попробовать всегда хочется. Скачала приложение. В Яндексе сначала поискалась. Скачала приложение. Выбрала у нас два. И все. Поехали с коллегой по работе. Мы очень любим в обед выходить. Прогуливаться. Разные у нас маршруты. На пляж ходим. Вот. Теперь у нас катушки. Все бы хорошо, но в последнее время появилось много новостей об авариях с участием любителей скоростных гаджетов. На видео с камер наблюдения зафиксированы несчастные случаи, произошедшие во многих городах России. Подобные происшествия случаются и в Ульяновске. Здесь, рядом с областным спеццентром, мужчина на самокате сбил прохожую. К счастью, обошлось без серьезных травм. Потерпевшая отделалась испугом и ушибами. Вечером 23 июля Елена Идрисова вышла с работы и отправилась на остановку. Женщина собиралась поехать на дачу. Она хотела отдохнуть и собрать летний урожай, но судьба внесла коррективы. Резкий удар в спину и падение на асфальт. Кровь гематомы, разорванная блузка и вечер, проведенный не на природе, а в местном травмпункте. Любитель покататься с ветерком не помог стать Елене и даже не извинился. Он что-то пробурчал под нос и умчался вдаль. Елена написала заявление в полицию, а камера наблюдения на здании запечатлела неприятный момент. Стоит отметить, что по тротуару рядом со спидцентром каждый день проходит лаборант. Специалист носит емкости с кровью из одного корпуса в другой. Нас дают кровь и здоровые люди, и те, кто обследуются, и ВИЧ-инфицированные. И, к сожалению, если случится наезд на человека с пробирками и, не дай бог, раскроется этот чемодан, и будет очень большая непредвиденная, можно сказать, катастрофа. Самокат в нашей стране транспортным средством не считается, поэтому происшествия не попадают под юридикцию госавтоинспекции. Человек на самокате считается пешеходом, быстрым и опасным. И тем более он не может ехать по проезжей части. Другое дело тротуары. Вернемся к ситуации на улице Нариманово. Прокат самокатов – это услуга, она должна быть безопасной, так считают юристы. Новомодный гаджет может взять в прокат и несовершеннолетний, без водительских прав и не знающий правил дорожного движения. Чтобы избежать неприятных сюрпризов со стороны сырового законодательства, необходимо звонить своему адвокату или же участковому полицейскому. При достаточной законодательной базе правоохранители смогут отстоять ваши права. Если такая ситуация, не дай бог, произошла, составляете претензию, предъявляете эту претензию организатору этого проката, требуете возместить ваш ущерб и комбинсировать моральный вред. Травма, нанесенная на скорости, несет большой урон здоровью. Одно дело, если человек просто упал или же в него въехал несущийся кусок железа вместе с весом катающегося оппонента. В итоге врачи, выдохнув после зимнего гололеда, последние два года начинают неофициальный подсчет самокатчиков. Как таковой статистики мы не ведем. Из общих сводок, которые обычно у нас проводятся ежедневно, то есть количество обратившихся у нас увеличилось. Просто акцент делается именно на наличие такой травмы. В Госдуме областных органах власти пока еще не рассматриваются законопроекты по этой теме, но это пока что дело времени. В Ульяновске за это лето был лишь единственный случай наезда на пешехода. Но если ситуация продолжит импирать обороты, то властям придется задуматься об адаптации нового развлечения к жизни. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, Юрий Ломатов. Улправда ТВ.